Всем привет! Приветствую вас на канале Military Model. И сегодня в финальной третьей части буду продолжать сборку британского трехосного грузовика Leiland Retriever. В предыдущих видео я собрал раму, двигатель и кузов. В данной части продолжу с сборки кабины. Достаточно интересный тип грузовиков с кабиной бескапотного типа. Как я рассказывал в предыдущей второй части, данная концепция была у различных грузовиков Британии того периода. Это и грузовик АЕЦ Marshall, и Торникрофт Тартар, Альбион БГ-3 и Кроссли ИГЛ-8. В принципе наш вариант Leiland Retriever практически от них визуально не отличался. Не взираясь в некоторые нюансы. И имел кабину такого же типа, без дверей. В данном варианте ранний выпуск и похожую компоновку. Сейчас видно как я устанавливаю панель приборов в кабину. В целом данный элемент можно было немножко усложнить и добавить проводки в, скажем так, пространство, которое находится под данным блоком и связано с блочками, которые находятся, собственно говоря, между блоком и педалями. Но, скажем так, в силу отсутствия времени и, может быть, какой-то внутренней линии, данный вариант я упущу. Просто хочется побыстрее получить готовый вариант данного грузовичка. Устанавливаю педали. Собственно, педаль газа уже установлена. Ничего сложного в данном грузовике нету. Поскольку здесь неплохо проработаны посадочные места под все педали, а также под рычаги трансмиссии и стояночного тормоза. Пока детали кабины склеиваются, решил прокрасить внутреннее пространство складного тента. Перед этим из фольги сделал имитации ремней, которые служили, по всей видимости, для фиксации раскладного тента к передней части кабины. И, вероятно, для того, чтобы в случае какой-то парусности тент не заломало назад. Ну и плюс, наверное, это придавало еще и какой-то жесткости достаточно хлипкой конструкции. Предварительно, перед тем, как прокрашивать внутреннюю поверхность, я зашкурил все стыки, а также зашпаклевал два следа от толкателей. Сейчас их, может быть, не видно, но если будете собирать данный набор, за сидением водителя и пассажира, где-то посредине видно достаточно два крупных таких дефекта. Как я говорил ранее, это следы от толкателей. В целом, так как кабина будет хорошо просматриваться, и в этом варианте нет ни стекол, ни дверей, такой вариант может бросаться на некоторых ракурсах в глаза. После высыхания краски устанавливаю прозрачные окошки, подгоняю их на сухую, а в дальнейшем несколькими каплями сверхтекучего клея приклею их. Ранее была проблема установки прозрачных деталей, поскольку, не знаю по неопытности или по отсутствии каких-то примеров, я наносил клей на прозрачные детали и устанавливал их с клеем. Но из-за неудачных манипуляций иногда клей попадал на прозрачные поверхности и оставлял там дефекты, что заставляло делать дополнительные работы по устранению этих дефектов, либо в дальнейшем немного портило внешний вид и восприятие модели. Но сейчас, в силу какого-то опыта и различных вариантов установки таких деталей, будь то окна, будь то фары, я подгоняю детали на сухую, далее плотно устанавливаю в позицию, в которой они должны находиться, буквально несколькими каплями клея фиксирую их. Еще ни разу в таком варианте сборки я не сделал каких-либо, назовем это, косяков. Проблем при данном варианте не возникает. Клей пробегает по шву и в принципе фиксирует деталь, ну я не сказал бы намертво, но для модели фиксирует деталь неплохо. В целом, что может пойти не так, если клей не будет заполнять пространство между склеевыми деталями, а вы случайно промахнетесь и клей побежит на прозрачную деталь, либо в излишке останется большое пятно и после высыхания получится какой-никакой дефект. Так, детали кабины сейчас подсыхают и я приступаю за сборку деталей кузова. Сейчас дело за брызговиками. Брызговики вот такой вот простой формы и к ним клеются некоторые вот такие вот V-образные фиксаторы. Вместе с брызговиками, которые будут устанавливаться на кузове, собираю также ящички или коробки, которые закреплялись также под кузовом, именно эти в задней части кузова. Конструкция достаточно интересная. Не ящик, который имел, допустим, переднюю и верхнюю стенку и две боковых, как на некоторых грузовиках вермахта, а собирается из большего количества деталей. Боковые детали достаточно плохо садятся, остаются зазоры. В дальнейшем нужно будет пройтись немного шпатклевочкой для того, чтобы заполнить эти дефекты. Или, может быть, не знаю, если будете собирать аккуратнее и подгоните при помощи надфиля наждачки эти детали лучше. В целом, такой вариант будет годен для установки. Таких ящичка у нас два. Собираю их оба. Если обратили внимание, на кузове уже прокрашены места рамы кузова и передних ящиков, которые в дальнейшем при установке брызговиков будут закрыты, собственно, данными брызговиками. Не знаю, чем будете красить брызовик вы аэрографом или кистью, но, мне кажется, в любом случае, там имеются впадины достаточно глубокие. И маловероятно, что, когда вся конструкция будет собрана, удастся как-то туда попасть краской. В моем случае я для себя нашел такой прием. После нескольких основных прокрасок очень тонким полужидким слоем я еще прогоняю такой полужидкой, точнее, вообще практически жидкой краской, смешанной с каким-то фильтром. И эта краска, как смывка, заполняет все углубления и проникает практически во все труднодоступные места. За несколько раз такими манипуляциями также можно закрыть дефекты в труднодоступных местах. Но считаю, если можно их было устранить более на ранних этапах, то почему бы этим не воспользоваться. Так, устанавливаю ящики. С установкой их проблем возникать не должно, поскольку на кузове уже сделаны такие две направляющих для боковых стенок, которые помогут вам их правильно спозиционировать. Также, если обратили внимание, внутренняя часть кузова уже окрашена. Окрашивал два этапа. Первым я прокрасил места под лавками, чтобы в дальнейшем не просматривались какие-то недокрасы. На этом этапе вот так вот выглядит собранный грузовик и собранный кузов. В принципе, ничего там какого-то сверхсложного и сверхинтересного нет. Ну, просто такой вот предварительный этап сборки. Также собрал радиатор и краской металликом прокрасил сами детали радиатора, которые в дальнейшем будут закрываться фотоотравлением. После нанесения смывки на переднюю часть радиатора я приклеил фотоотравление. Смотрится достаточно интересно и очень украшает модель. Также вместе с деталью фотоотравления решетки там устанавливаются еще две надписи Layland и Retriever. Из нюансов позиционирования нужно деталь установить таким образом, чтобы совпало два отверстия на рамке фотоотравления и на самом радиаторе. Собственно, ручка для ручного запуска двигателя. Так, после высыхания краски и установки брызговиков я приступаю к установке рамы под будущий тент. Ну, или, может быть, просто рамы для установки на нее тента. Я еще не решил, но планирую внутренности кузова, либо сам кузов как-то детализировать. Из некоторых вариантов, может быть, украшу при помощи набора британского пехотного вооружения. В целом, данный набор уже у меня имеется. Рассматривал различные варианты в сети, было ли какое-то пехотное оружие. В кузовах данного типа именно по Лейланду-Ретриверу ничего не нашел, но в целом пулеметы иногда устанавливались в кузова различных британских грузовиков. Поэтому планирую установить в задней части грузовика пулемет на трехноге, пулемет именно Викерс. Почему я прокрашивал кузов? Поскольку планировал установку рамок, и в моем каком-то планировании показалось, что после установки рамок качественно прокрасить поверхность кузова будет достаточно сложно. А прокраской нарушенных я не занимался, потому что установка данных рамок лечет за собой работу с клеем, а клей мог бы испортить уже окрашенные борты кузова. Также на них имеются разъемы для позиционирования данных рамок, которые в дальнейшем нужно будет либо зашпаклевать, либо пролить клеем, чтобы их немного затянуло. Чему также бы не сопутствовала окраска внешних стенок. Сейчас устанавливаю продольные направляющие. Первым делом буду клеить переднюю и заднюю рамку к данным направляющим, для того чтобы угадать с правильной длиной и с позиционированием двух крайних рамок. Далее, когда клей на них будет засохшим, они склеятся намертво, займусь выставлением промежуточных вертикальных поперечных рамок. На данных рамках уже имеются выпуклости для позиционирования продольных направляющих, а на продольных направляющих есть на самих краях тоже такие как бы пазики для позиционирования на первой и на последней рамках. Конструкция достаточно мягкая и в целом после такой сборки надо как-то уберечь автомобиль от каких-либо наружных воздействий, а также закончить все работы, которые касаются нижней части кузова. Потому что без каких-то дополнительных приспособлений фиксация кузова в перевернутом виде будет практически невозможно. Крайние рамки приклеены и занимаюсь склейкой поперечных. Так, пластик мягкий, по предыдущим опытам работы с деталями, с наборами от i7 могу сказать, что качество пластмассы выросло, поскольку раньше все тонкие детали были достаточно хрупкими и имели свойство быстро ломаться. Но в данном варианте пластмасса достаточно пластична и даже получилось обработать данные рамки при помощи наждачки и монтажного ножа. Так, ну скажем, не на 100%, одну рамку я все-таки сломал, это была первая рамка, немного переусердствовал с усилиями при работе с наждачкой. Далее работал более аккуратно. Как видите, конструкция достаточно живая, несмотря на то, что к кузову поперечные рамки приклеены практически намертво, но играют они здорово. И в целом деформируются тоже неплохо. Поэтому проблем с позиционированием возникнуть не должно, если бы их изначально наклеили более-менее ровно. Плюс хочу сказать то, что после снятия с ледника само сещение данных рамок было не везде одинаковое. Имелись различные варианты геометрии верхней части вот этой поперечной рамки, скажем, различные варианты скругления. То есть перед глобальной сборкой нужно обратить внимание и по необходимости произвести легкие манипуляции по деформации данных деталей к одному типу. Установил радиатор. С радиатором возник неприятный казус. Первый раз я приклеил его не совсем ровно. Основывался на позиционировании на кабине. Но, как оказалось, это вызвало легкую асимметрию, глядя на детали рамы. Поэтому извлек его из посадочных мест монтажным ножом и приклеил заново. После установки кабины и кузова грузовик имеет следующий вид. Сейчас на нем немножко блестит лак. Но, думаю, в целом после высыхания он примет более-менее реалистичный вид. А на этом на сегодня все. Смотрите, скажем так, завершаю еще видео, в котором на грузовик будут нанесены пигменты, грязь. А также дополню кузов различной мелочевкой. На этом все. До новых встреч и пока!